Я пришел во имя Отца, то есть говорю, что послан Отцом вы не принимаетесь, а его приняте. Это с вами случится за то, что Он пообещает вам славу житейскую, которую вы ищете, желая принимать славу друг от друга, отвергая славу, которая от узнану Бога. А я вам не обещаю ничего привлекательного в жизни, но в словах моих вы видите много трудного, потому-то, говорит, вы не верите мне, что не надеетесь получить от меня никакой житейской приятности. И иначе вы не верите мне, потому что любите славу друг от друга, поначальники и учители, желая сами только быть славой у народа, не принимают меня, чтобы их слова не уменьшились. А народ, ищущий любви от начальника, не хочет обратиться ко мне, чтобы из-за меня не лишиться чести начальника. Так как они постоянно ссылались на Моисея, то Господь говорит, что Он будет обвинять вас, потому что Он писал обо мне. «Пророка восставит вам Господь, сметилась ко Христу, и многое иное, частью словах, частью знаменения и символов». Например, «Чудо над Купиною» «Тут огнем означалось божество, отерновым кустом, грешное естество, которое воспринял огонь божества. И однако же сохранил Он ее не опальным, озарив светом и одарив своим сиянием, а недостатков Его не принял». Весьма немало способствовало к вере во Христа и сие излечения Моисея. «Если, — говорит, — восставит пророк, творящий чудеса и отвлекающий от Бога, не верьте ему, это Антихрист». Розаконие, 13 глава, 1 по 3 стихи. «Итак, Христос, пришедший во имя Отца, творящий чудеса и не отвлекающий их людей от благочестия, был тот самый, о котором пророчествовал Моисей. Если же не верите в Писание Моисея, как поверите моим словам? Он говорит, не спал, и Библия всегда у вас пред глазами, так что если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же вы не верите написанному. Как же поверите моим словам неписанным? Сергей, вопрос можно задать? А прочитать не может. Да, вот вы говорите, прочитали только что, что Моисей не спал, а он что, сверхчеловек был, что ли? Вообще не спал. Ну это из мира фантастики тогда происходит что-то. Что значит не спал? Владимир, привет. Я объясню. Сергей, ты ошибку просто сделал, слово прочитал, написал, надо написать, а ты не спал прочитал. Вот отсюда все идет. Что? Я оговорился. Оговорился. А, ясно, ясно. Написал. Но дело в том, что я хочу все-таки с Игнатием Тихоновичем поговорить, потому что ну, вы сейчас читаете, понятно, что... Да, через полчаса можете задать вопрос, если дождитесь, или позвоните после заметки, когда у нас он говорит? Не сейчас. Ну, хорошо. Хорошо. Комментарии Игнатия Латкина вот на прочитанной стихи. Вот, можете послухать. Вот. Библия это настольная книга для всех верующих христиан. Мы должны знать не только ее содержание, мы должны уметь применить ее в нашей ежедневной жизни, в каждом поступке, в событии, во всех изменениях. Здесь сказано, что душа по природе христианка, по первозданной своей природе, либо по источенной природе, она язычница, то душа каждого человека, впервые услышав текст Библии, должна воскликнуть. Это как раз то, что я искала и нашла. Иван Гриатана 10.4. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. иметь Библию перед глазами очень легко, поставив ее на видное место, как икону, но жить по ней, сверяться по ней, имея ее перед своими глазами, это возможно только тогда, когда любишь Иисуса, когда душу наполняет и любовь, и страх Божий. Тогда на каждый вопрос, возникающий в жизни, душа задает свой вопрос. А что об этом говорит Библия? Этот светильник, этот маяк, этот рупор. Библия всегда у вас перед глазами, так что, если бы вы забыли, легко можете припомнить, и однако же не верите написанному. И не просто свериться, а узнав, что говорит Библия по любому вопросу, тот сейчас же с радостью отказаться от своего уже принятого решения и покориться Богу согласно Богу Его. Так делали пророки, когда они желали своего и получали иное повеление. Они изменяли свой маршрут. Библия всегда у вас перед глазами, так что, если бы вы ее знали, легко можете припомнить, однако же вы не верите написанному. Пособны ли мы на это? Можем ли проверить свою веру по Библии? Если бы сегодня создали специальную комиссию по расследованию какого-нибудь центра реабилитации, составили анкету хотя бы из 100 вопросов, которая определяет суть веры Христовой, то есть в 2 найдется 5 пунктов, находясь в которых недрогнувшая православная рука начертала бы. Это у нас точно по Библии. Дух Святой заповедует нам биться, бороться до смерти не просто за веру, но за ту, которую дал Бог, и параметры которые четко определены в Библии. Освание филиппийцам 1.27 только живите достойно благовествования Христово, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Библия всегда у вас пред глазами, так что если бы вы и забыли, легко можете припомнить и однако же вы не верите в написанную. Вопросы? Идем дальше. Друзья, у меня вопрос. Да, пожалуйста. Покричит, пожалуйста. Я так понял просто нужно в себя, что какие-то проблемы или какие-то непонятные ситуации, нужно стараться вспоминать Библию, все происходящее, что там было, чтобы из тех уроков старых, допустим, веков, азереток, ну, понимать, что там получилось, вы чувствуете, много же и перенимать, и перенимать на свою жизнь, не делать таких ошибок, ну, какие есть, поступать, как победы. Совершенно верно понимаете, об этом Игнать Тихонович всегда в комментариях говорит. И послание к филиппийцам Повязайтесь единодушно за веру и вангельство. Ну, и Ветский Завет было написано в наставлении нам, достигших последних веков, чтобы мы не были похотливы на злое, как те были похотливы. Правильно вы рассказываете. Ага, спасибо, что я был. Я вангелии от Иоанна, 6, глава 1 по 4 стихи. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своих. Приближалась же Пасха праздник и здесь. Толкование. Озеро называют морем, потому что божественное писание собрания год назвало морями бытия один день. Послы на горы, потому что желают общить ученикам нечто таинственное. Он обыкновенно всегда так делал. потому что того, кто имеет вести такую речь, нужно быть свободным от всякого смущения и место нужно свободное от всякого шума. вопросто есть? Понятно. Идем дальше. Иоанн Гелетана 6, глава 5, 9. Иисус, разведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит учеников, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это институт его, ибо сам знал, что хотел сделать. Лип отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы немного. Один из учеников ему, Андрей, брат Симон и Петра говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячменов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Ракование. Для чего сказано Иисус, возведя очи? Для того, чтобы мы знали, что очи его не груздали там и сям, но он сидел с сознанием и вниманием и сосредоточенностью беседовать с учениками о предметах божествия. Наконец возрел очами и спрашивает о народе, чем бы его накормить. Испытав Филиппа, имеет ли он веру и открыв, что он не свободен еще от немощи человеческой, таковым же наполит и Андрея, хотя его представление и было несколько выше Испово. Да постылятся манихеи, которые говорят, что хлеб и все создано есть произведение богозлова, и если кто подаст им хлеб, не берут он и из рук его, но приказывают бросить его издалека, сами же стоят и проклинают подавших. Посеивший тебя хлеб пусть сам рассеется, наловший тебя пусть сам из снова будет по телу и прочее подобное. Да постылятся же, когда слышат, что Христос, сын бога благого умножал Христос. Если бы они были злым творением, благие не умножил бы два. Не говорю же о том, что и сам есть небо. Вопросы? Вот даже такие были. А вот у меня вопрос, если вот вы, Сергей, читаете, да, какие-то там, ну, вы что читаете вообще? Библию, да? Евангелие от Иоанна, и потом читаю толкование блаженного Христоса. Ну, дело в том, что вы читаете и сами, ну, потом и толкуете. А какие могут быть вопросы? Тут вопросы вообще как бы это, ну, уже если бы я, например, был бы таким образованным, как Игнатий Тихонович, то я наверное был бы вашим оппонентом вопросным. Но дело в том, что вы читаете и сами же толкуете вот эти вот речи. Ну, как бы это вопросы, ну, вы читаете, читаете? Евангелие Астаана, 6 глава, с 10 по 13 иисус сказал, велите им возвечь, было же на том месте много травы, и так возлегло людей число около пяти тысяч. Иисус взяв хлебы, воздал благодарения, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рабы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Толкование блаженного Фиколакта Балгарска. Погревает им тот час возвечь, как будто стол уже готов. Ученики прежде не верили, однако же теперь с готовностью располагает людей возвечь. Была трава по времени весна, была, говорит, Пасха, она совершалась в первый весенний месяц. Евангелист исчисляет столько мужей, он следует в этом законному обычаю. Моисей исчислял народ от 12 лет и выше, но не поминул ни об одной жене. Книга Чисел 26 глава. Писание Сим показывает, что все мужское и юношеское ценно и достойно исчисления у Бога. Взяв хлебы, благодарит. Сим показывает, что прежде принятия пищи должно благодарить Бога. По словам же некоторых, он для того благодарит, чтобы до времени страданий укрыться от князя мира, чтобы он посему в действии не почел его за Бога, но пристился и обманулся, и таким образом крестом был умерщен. Господь попускает от хлебов остаться излишку не для показания себя, нет, но для того, чтобы насыщение уже не приняли запризначное. А все бы увидели ясно, что они истинно насытились, так что и осталось очень много. Здесь по сей же причине желают и куски собрать, чтобы, видя их, более помнили о совершенном чуде. Нужно удивляться не тому только, что оказался остаток, но и число остатка. Он устроил так, что коробов остатков оказалось не больше, не меньше, но по числу учеников, чтобы все носили. Иуда не остался без участка, но и в этом чуде имел бы указание на то, что учитель его бог, и отсюда получил бы холлиум, хотя по его злобе это обратилось больше осуждения ему. Короба делаются из финиковых людей, а праведник процветет как финик. Он 91.13. Вопросы? Вопрос у меня в потолковании по поводу хлебов, что это произошло. У меня знакомые друзья, они протестанты, они торпуют это не так сюда, что появились хлеба вот эти естественные образы от Господа, а как-то это все по-другому произошло. Кто-то купил хлебов, но просто это можно понять. это правильно понимать. Господь не здесь с хлеба же когда появились из вечера, ну, с нервов. Он поднял как хорзину с хлебами, а когда пустил, полное хорзину вот так постоянно описывают. Я купил раньше, почему я раньше был в реабилитационном фонде, мы там обучались, мы обучались в библии, 9 лет назад было, и вот они многие в основном так объясняют. Ну, я как бы это не так вот, что он застил это как бы корзину и там появились хлебами, а как-то ученики принесли туда добыли. Ну, я тоже вспомнил, а так же как бы лазер вострет. Ну, так бы как бы говорить. Если так рассуждать, один в одно не верит, другой в второе, в третье, в третье, так в Евангелии одни корочки, там три корочки. Да, я тоже думаю так, что вот так не верю. Тем более евреи естественно, они умные народ, и так просто не получится вот так. Обязательно человек слушать делу и писать, потому что без тебя с боков в год. Не поверим. Ну, так устроено будет. Понял. вот у меня вопрос по толкованию здесь так написано «Взяв хлебы благодарить, сим показывать, что прежде принятия пищи должно благодарить Бога». А у нас принято после вкушения пищи благодарственное молитву считать. А здесь толкователь как бы говорит, прежде вкушения «Благодарить». А почему именно так, Сергей? Ну, вот вы сказали «у нас». У нас. Ну, вы имели в виду православных? Да. А почему вопрос? Я задаю такой вопрос. Кому? Я задаю его Игнатию Тихоновым. А, ну, Игнатий Тихонович, можете ответить, пожалуйста? Ну, главное дело замечания у нас не принято как-то вот вместо видите, никто не выкрикивает. Как-то у нас это последние полчаса, а первые полчаса ну, я прошу прощения, Сергей, пожалуйста. Просто я первый раз, я ж не знал, ну, как, какой у вас причина. Да, 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 извините, пожалуйста, прошу прощения. Относительно благодарения того, что у православных не так, это не совсем точно. Действительно, у нас благодарственная молитва, когда мы пообедаем, уже вкушаем что-то, но мы благодарность эту и начинаем говорить сразу, когда просим. Когда Господь просит чего-то, говорит, благодарю тебя, Господа, я знал, что ты услышишь меня, мы эти слова говорим. Так что тут отвечать не на что. Мы полностью живем так, как вот здесь написано. Хотя молитвы, которые составлены молитва в словах, они разные. Одни до принятия пищи, другие после принятия. Но мы молимся еще и своими словами. Так что мы постоянно благодарим до принятия пищи. Все. сейчас по теме будет, по теме. Уже говорили про это. А нам на память эту молитву не помните, которая вам в долг принятия пищи благодарения будет? Ощи всех на тебя, Господи, уповай. Ты дашь им пищу во благовремени. То есть, когда нужно? Исполняешь всякое животное благоволение. То есть, когда нужно, Бог дает. И от него. И я знаю, что я получаю. Я заранее благодарю. Господи, благодарю Тебя, что сегодня у нас снова все есть. И мы вспоминаем детей Сирии, которые крошки собирают, где военные у танков обедали. Мы детей Сирии должны помнить каждый день на руках молитвы нести. И эти дня из-за дни изобилия, чтобы нам припомнились, когда нечего будет есть. Чтобы ради куса не отречься от Иисуса. все. Иван Георгий на горло один. Толкование. Смотри, как народ любит чрево. Тогда, как Иисус творил бесчисленные и самые поразительные чудеса, они не удивлялись. А вот из-за пищи, говорят, все есть тот пророк. Не обвиняют уже его в нарушении субботы, не мстят уже за нарушение закона, но захлебы считают его столь великим, что не только пророком называют, но и считают достойным царства. Но он удаляется, чая нас презирать мирские достойства. Он удаляется на горло один, только не взяв ни одного из учеников для того, чтобы испытать любовь их, смотря по тому, несут ли они отсутствие его. Вопросы? А вот Антихрист, он же тоже на чрево будет такое местописание, что указывает, что когда хлебы и голос настанет, что я вам Бог дать хлебу, что памяти крутится, вспомнить не могу. Не знаете, конечно. О приходе к власти там что-то говорится, толкование. Нужно сказать, когда князь Владимир принес христианство, и оно в том виде сохранилось у старообрядца всех толков и течений, они считают молитву отче наш. И концовка молитвы это перед тем, как за стол садиться. Ибо твое есть царство, сила и слава. То есть что, что мы получаем, мы просим у тебя хлеб наш насущий, дашь нам днесь. И сразу же говорится, это мы получаем от тебя. Как раз все сходится благодарение. А вечером, когда считают, едят нищие насытятся, и восхвалят Господь, взыскающий его. И жива будут из сердца век века. Мы нищие просим, и живы они будут, а жизнь от Бога зависит. И в этих словах уже благодарение идет. Сейчас какой вопрос? Вопрос здесь говорилось о чреве, что народ Христа назвал пророком за то, что он их покормил. Понятно. И даже достаться, и все ему забыли. Антихрист он и Христос удалился, а Антихрист он может через чрево приходить натормиться. Да, вот это и есть первое. Сатана подошел первое. Хлебись и сделай камни, сделай хлебами. Это к искушению Христа. Да дьявол, ты остался один и тот же. И как у Достоевского написано в братьях Карамазовых, великий инквизитор, ты сначала накорми, а потом спрашивай. Вот это есть, не продать и не купить. Речь идет не о башмаках и о компьютерах, а за пищу, за жизнь своего человека даст все. Вот он когда придет и объявит. Это у Ефрема Сирина написано подробно. Но, как говорит Иоанн Златоус, облака будут взнузданы, небо как медь и земля как железо. И кто не примет начертание, ничего не получит. И последний человек принимает это начертание на чело или на правую руку и запайкая. Он скажет, я не могу дать. Небо не дает. Он не говорит Бог, какие-то провидения. Небо не дает. Я где возьму? Я слышал монахи говорят так, он кинется когда к этим кладовым проверить, а оно все превратится в порченный кал. Все, ничего нет. И окажется, тут сразу всем обнаружится, что он обманщик. Никакой он не Бог. Все. Евангелия Теана 6 глава 16 по 21 стихи. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Был сильный ветер и море волновалось. Проплывши около двадцати пяти или двадцати стадей, они выбили Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке и испугали. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку и тут сейчас лодка пристала к берегу, куда вели. Толкование. Господь удалился на гору один только для того, как мы сказали, чтобы испытать любовь учеников. Будут ли они искать его? Они ждут его до вечера, думая, что он придет. Когда же он не пришел, они не удерживаются, но любое побуждаемое искать его входит в лодку. Ибо евангелист не просто и как бы случайно указал на время, но для того, чтобы показать их сильную любовь в том, что и вечер их не остановил. Пускай им испытать бурю для того, чтобы когда после бури настанет тишина, они более обрадовались учившемуся и чтобы в сердцах их напечатлелось неизвестимое воспоминание о хвосте. Когда они находились в опасности, он предстает пред ними словом своим прогоняет страх и на море произволит тишину вон. Тим образом творит двоякую тишину, упрощает смущение в душах и их и волнение на море. Не нашел воску, чтобы совершить большее чудо. Смотри три чуда. Одно, что он шел по морю, другое, что укропил волны, третье, что лодка вдруг пристала к тому берегу, куда они пыли, хотя она далеко еще была от того берега, когда пристал книга Исполнилось пророческое слово «Ходит по мою, как по земле» Медеева 9.8 Если мы пожелаем принять Христа и в лодку нашу, то есть поселить Христа в сердце наше, то мы тотчас очутимся на той земле, в которой плюем. Что же это за земля? Без мнения это земля обещанная, небо, земля гробки и умирившихся от всякой гробы. Вопросы? Так, час прошел, теперь можно забывать Игнать Пиканчу любые вопросы. Паля, иди ко мне. Паля, 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 иди скорее. Паля, 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 ко мне. Первый вопрос был Игнать Тихонович, слышите, нет? Да, говори. Вот, а вот. Миром, а, Миром, братья. Алексей, это Сыдинова уже нету, вышел он. У меня как раз по последнему стиху тоже. Давай по последнему. вот, то, что феофилак, конечно, толкует, что нам нужно в духовном смысле духовное искушение страсти, да, и как бы, что Господь их утешит, наши страсти, если мы тоже будем им помогать, надеяться на него. Но в то же время он и через материальные показывает, то есть допустим болезни тоже не бояться, что там заболели и возможно и так думать, да? Ну, волнение на море, волнение в сердце, волнение в душе, ну, так же, как и море, я думаю, можно, да, болезни, да, Писание нам говорит, ничего, сдайтесь волненных искушений за путем утешки. А искушения волнения и болезни от Бога два вида. Он так же говорит, не бойтесь убивающих тела, круши же немогущих, бойтесь же того, что и тело идущим и отравитесь с Богом. Не чуждайтесь волненных волненных и еще вопросов. Любовь, вы? Можно я задам вопрос? А, Елена, пожалуйста. молитву. А вот в прошлое воскресенье говорили про молитву, и Игнатий Тихоневич говорил, что когда молишься, то не надо ничего представлять тебе. Вот молишь молитву, молитву. А на чем надо сосредоточиться, например, на сердце, вот как когда-то я считала, что нужно сосредоточиться на сердце, или вот ну как этот момент уловить? Как все-таки на чем как-то внимание надо акцентировать? Игнатий Тихоневич. Что нельзя именно представлять, когда молишься? И этого икона нужно. Что нельзя представлять Божий как молитву? Мы молимся и Божьей Матери, и Ангелу Хранителя, и Святым. Представлять никого не надо. Никак. А просто ты говори, вникая в то, что Господь слышит. Почему? Тут сразу начинается обольщение. И сказано об этом. А я воображаю, как это там украшено. Это фантазия очень много. И какой Бог, и какой видом, никакого нет у него, ни образа, ничего. То, что мы воображаем себе. Нету, ему нет места, нет причины. Миллиарды галактики, он везде Бог. Сойду ли преисподнюю, ты там. Возьму крылья зари, переселюсь на крайне небо, и там твоя рука поведет меня. Вот это услышал, все, где бы ты ни был, взывай к нему. Просто, понятно и четко, ты Бог, сотворивший весь мир меня. Я предстал перед твоим величием, и есть ничто, да будет воля твоя. И дальше скажи, молитесь, апостол Павел, открывайте свои желания перед Богом. Православные некоторые не знают, как молиться. образец это Отче наш. И вот каждое слово, сколько оно содержит. Но Царю Небесный, прочитай слух. Старь Небесным, тешитель Бог истинным, ты везде существуешь и весь мир выполняешь источник всякого добра и жизни подарок про идеи всевесного и очистила всякая верность. Она по словам то не больше, чем Отче наш. Когда мы вели занятия в университетах вступительное слово было в Царю Небесный утешитель души истинной всегда пели. Я делал вступительное слово, говорил проповедь на эту молитву. В среднем где-то по 25 минут вступление было. Двухчасовая была программа. И 60 проповедей сказал на эту молитву. Повторения никакого не было. 60! А сегодня полную Библию в руках держит человек и одной проповеди сказать не может. А почему? Оно все мимо прошло. А как? Господь делает морем то, что он дал тебе, умножает. Жаждущий, приходи ко мне и пей. 7.37 Евангелия Тяна. Сие сказал о Духе Святом, которого имели принять верующие. Если нет, человек не знает, что говорит, а за каждое слово надо отвечать. Если знаешь, Господь делает расширение, притом святые оценные совсем молитвы не разъясняют. Они Библию разъясняют. Царю Небесную утешнили. Вот попробуй напиши проповедь, узнаешь тогда, что это такое, что значит благодать Божия. Повтори для себя 60 проповедей. Почти все по 25 минут. Это вся Библия входит в это. А молитва это не из Библии. Конечно это трогает. как молитва? А молитва прежде чем вымолить эти 60 может быть 600 часов ушло на это. Люди, которые не знают о чем молиться? Это я сказал Павру Слопове и ничего нет. А зачем 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей? Хлеба нет. Бог не дает. Суд я за это его прославить должен. Любимое чадо погибло прославь его Бога. За суды над нами совершаются. И для того, чтобы мы были другими. Нас ощущает он в огненных испытаниях. 10-13 когда читаем 1 коринфянам но он подает ровно столько чтобы мы могли перенести. Вот в первый год я уверовал как будто бы ничего и нету. Испытанно испытай меня как золото выйду из огня. Вспомни как Иов говорил об этом. И Бог его испытал. Испытал. Он не заслужил этой болезни и это он вошел в пример многострадальный Иов. Что интересно у царя Николая Второго рождение было как раз на Иова многострадального и он знал его что-то ждет. И что всего лишиться и самой жизни. Все. Слава Иисусу. Братья, а вот по поводу еще молитвы тоже вот этих слов нужно? Да. То есть вот мне сейчас подумалось видеться что вот это вот у православных и святые многие пишут что вот внимание там обращать на сердце или еще на что-то. Это от того что они заученные молитвы то есть читали не своими словами говорили когда продумано оно естественно уже идет от сердца там даже оно само собой внимание там везде и в сердце и в уме вот а тут когда заучено это да уже естественно куда-то надо внимание потому что проговаривается как автоматом бездумно поэтому и не пропускается через сердце поэтому они говорят что как-то хоть напомнить человеку что у тебя не только автомат язык есть но ты еще и сердце есть что надо подумать что ты говоришь ты проговариваешь спасибо Христос еще вопросы а за роман отвечай относительно относительно молитвы по исповеди Игнать Тихонович можете нас как-то просветить немножко потому что вчера тоже слушал монаха одного в оптенной пустыне он говорит что долго исповедует у него сейчас послушание такое и когда сам тоже исповедуется он пришел к тому что когда просто грех называешь гордыня осуждение то это не так обжигает как если ты конкретно называешь то как проявился этот грех то есть не просто гордыня а там говорил и гордился или там возносился то есть именно какой-то ваш опыт может быть как лучше исповедоваться чтобы понятно что покаяние должно быть но вот именно какие-то может быть у вас рекомендации в этом отношении в чем каяться человек должен это пережить микрофон выключили в чем каяться человек должен это осознать и мучиться этим твердо веришь что священству дана эта божественная власть которой нету ни у иудеев сегодняшних ни у мусульман ни у буддистов властью данной мне от бога да разрешишься от грехов и поэтому священник говорит на исповеди я всего лишь свидетель вот перед вами икона вот крест вот евангелие то есть это вас свидетели теперь слово его как что совесть мучивает и ты знаешь что это грех придумали так в одном монастыре один грех скажет а в другом другой потому что тяжело слушать а главное то что блуд главный то грех это блуд еще стыдно то но если своровал человек смело говорит а тут крутит вертит и не выжмешь никак колдовство тоже скрывается почему это духовный блуд где-то нашептывала бабка оправдывала ничего нет я делала я лечила я крестилась и прочее своими словами далеко не разбежишься попутно роману ответить хочу мы когда поем песню она заранее составлена песня молитва и очень наш заранее составлена и первосвященническая молитва 17 глава евангелия тяна заранее составлена а своими словами когда что-то мы молитве не можем написано где припомнить а это акафисты это каноны в них все сказано там высочайшая поэзия но она непонятна это совершенно правильно нужно понимать царю небес я считаю на славянском языке а Сергей Павлович по-русски у него более понятно но я привык с детства так и по-страхову на славянский считаю молитвы очень наш я могу и по-русски считать но считаю по-славянски поэтому ни то ни другое нельзя отвергать молись как написано и молись своими словами а молиться своими словами вот я у баптистов много лет ходил слушал встречался там диспуты были это только разговор со своими словами открывает повторение одно и то же вот заметь у нас начало идет Сережа говорит Сергей Павлович что у него так налево направо дальше свои слова молитвы такой нет он сказал но она одна и та же ну что что одна и та же занятие это об одном идет но она уже заученная как будто написанная а когда Господь открывает сердце сказать ты даже будешь слушать себя если записан магнитофон ты не поверишь что эти слова были здесь они в пророческом духе будут говорить в пророческом и человек сам этого не знает даже сказал первосвященник Каяпа будучи на тот год первосвященником не подумайте ни о чем что лучше одному умереть за всех и сказал будучи первосвященником и когда бы ему показали ты пророчество сказал он бы отрекся это на 100% и вот надо научиться своими словами этому надо учить молитвы заученные их надо учить вот мы считаем помилуй мя Боже там кровей основной все принимается по великой милости твоей по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои остановись посмотри запиши какие как ты живешь с ближними как ты слово Божие слушаешь вот некоторые знать еще не знают совершенно вот сейчас этот Олег Свад за всеми гоняется вот сейчас даже Гордееву Михаилу и то эту пакость сбрасывает они там с Козыльской епархии взяли чем больше они распространяют ложь тем труднее отвечать будет пожалей их а они то что добились да нет как слово шло так и идет у них ничего нету никакой работы ничего нету и он думает что он кого-то спасает у него все перевернуто в сознание мне сегодня сказали один человек он к нам приезжал в лагере помогал Михаил Церт кто немцы это Церт что это означает ну Цертли Загонзебита я знаю они скажут вот и он был очень недоволен мною потому что я его задевал он курил и пил немец курил и пил собака хорошая была он упал где-то на мосту мороз под 40 градусов и собака никого к нему не подпускала а он замерзал ну пока взяли уже руки отмороженные и вот он умер и умер и уже навсегда ушел я его учил говорил а он мне вы ко мне пристаете как гестапо какое-то гестапо гестапо тоже на своем месте было как и кгб и фсб для кого-то она организована организация он думал этим упрекнуть я ему объяснил ты немец для тебя гестапо должно иметь смысл почти сакральный они запретили коммунистические выходки ну надо маленько знать о чем ты будешь говорить так и молиться не знаешь помолчи молитвы нету молитва не идет отца Арсения считаем рассказ он в садик исповедует молитва не идет не идет и все бог закрывает уста а бывает как на крыльях летишь на молитве а как проверяют вот сейчас мне позвонили я скажу если кто слышит меня помолиться за неонилу она очень близкий нам человек и у нее сын там больной дочь и что-то там заболели какой-то вирус попал сейчас только позвонил неонила неонила это щукина вот если ты это знаешь то в молитве у тебя все время будет перед глазами вторая ступень первая просительная вторая благодарственная третья словословие у нас так вот канон Андрея Критского мы подняли на три ступени благодарственная и словословие когда мне ничего не надо те же самые 252 события библейские которые Андрей берет за основу покаянного канона Андрея Критского надо подходить очень серьезно ко всему вот на молитве что-то забыл что делать ничего сразу разворачиваю назад и бывает несколько раз опять ну потому что там печка топится что-то зашумело и опять у меня был такой порядок ложась спать еще раз прочитать молитву да воскреснет Бог но у меня организм настолько четко работает я засыпаю примерно за 47 секунд секунд замечали специально почему на сердце легко никого не обидел ну и все остальное помолились надо прочитать я не могу вдруг молитва прервалась я уснул и сразу же проснулся что же я делаю опять начал читать и не могу никак еще минут секунд 20 и опять заснул тогда я сажусь на кровати и начинаю читать выход то есть ты добейся начинаешь молиться Серахов говорит не искушай Бога о чем надо помолиться в первую очередь Господи я о чем прошу ты знаешь воля твоя святая да будет я не знаю как о чем молиться чтобы наш Дух взывал воочи то есть это говорит никаких отцов нету один он отец отцов и когда ты узнаешь у тебя молитва как на крыльях будет идти по молитве мы проверяем отношения людей к нам и наши к ним все в молитве заключается но в молитве надо знать определенную структуру структура это очень наш вот за эти рамки постараться не выходить все на тихон вопрос можно давай Женя вы рассказывали что когда вы еще до того как вошли в зарубежную церковь в московской патархии в советское время ходили по храмам и в итоге вы начали собираться дома изучать писание как бы там по квартирам по домам имели ли вы на это благословение от тамошних священников где вы пребывали или же вы не имели благословения как вы считаете нужно ли обязательно иметь благословение священника если я нашел какого-то человека я говорю давай просто заниматься писанием или по скайпу или так соберемся на дому нужно ли иметь благословение священника и верили ли вы его сами когда вы собирались где господь благословляет никакое благословение ничего не даст бог благословил вот поехать я не знаю ехать нет а все до писания ничего не надо но я не люблю даже чуть-чуть что-то скрывать открыто вы сами видите я все выставляю 10 тысяч 100 роликов как один зашел сегодня его нету сейчас я все прослушал чтобы все прослушать что у меня есть нужно 13 лет по одному часу в день слушать 13 лет а он 13 может быть дней слушал вот попутно мы говорим мы знаем что он расстроен против нас он сразу же наши списки подал в органы власти уполномоченному и в КГБ и нам это ни грамма не повредило зато мы не скрывались открыто собирались по разным домам три раза в неделю каждый день который два часа один день по порядку новый завет один день откровения на богослово и один день как беседовать с какими людьми противосектантское поэтому у нас люди были ну в курсе дела с кем разговаривает и как вот допустим человек заходит вот сегодня он ушел он хотел что-то беседовать он вопросы может задавать беседы это не до бесед здесь вопрос задается это секунды отвечать надо подробно а он уже сразу насаждает что-то свое Сергей Павлович не должен позволять этого возьмите в техническом университете мы ведем занятия открытые корпуса 21 тысяча студентов сколько приходило один бог знает мы не знаем но не было ни разу никогда чтобы была смута и вопросов только сохранившиеся 4124 они у меня на сайте стоят это не 4 вопроса там все стороны жизни взяты как бог и тут же в зале сидят представители КГБ краевой администрации и задают провокационные вопросы ни одного вопроса я не оставил неотвеченным ни одного выходим в городке новосибирском здесь в пяти университетах нигде почему это моя тактика тебе навязывать это не могу лучше не сказать нежели сказать и горько раскаиваться и вы ни разу не раскаивались я отвечаю ни разу ни разу но прежде чем отвечать я успеваю помолиться помолиться это опыт опыт десятка лет полвека стоять на страже вы сказали вот у дверей я стою это абсолютно правильно самое трудное как ну как Господь положит мы говорим сегодня о молитве человека определить а как он вам кажется молитва идет о нем или нет мне вот просят помолиться а потом спрашивают как молитва за меня шла я отвечаю вот за тебя молилась а он не верующий я говорю молитва за тебя очень легко шла легко молитва шла я не могу это объяснить не могу просто спросили я отвечаю другой верующий я привела отца я не могу даже слова одного сказать близкий человек почему я не могу объяснить это дух святой только может сделать наложить пищать и закрыть уста как Захария или будешь говорить будет как река реки воды живой потекут это нельзя научиться нельзя подражать это надо вымолить у Бога вымолить и не променять я один раз был у баптистов и там два брата высокий рост там одинаковые и они там по заказу пели песни голоса отличные просто в Новосибирске и я внутренно один раз как будто позавидовал что мне бы так а я работаю на стройке на верхотуре такой строитель я бы запел полгорода услышали и мне как голос говорит тот талант который ты получил от Бога говорит людям поменяешь на этот талант я отшатнулся сразу на молитве нет господи нет никогда все вот это у меня секундное просто пролетело один раз за всю жизнь они пели замечательно духовной песни но они никого не обратили ничего нет здесь Бог позволяет сказать несколько слов и душа приходит к Богу моего нищего здесь нету я да удивляюсь вот нападает где-то это совершенно естественно значит сатана лютует Иоанн Затауз говорит пираты грабят не там где солому везут а где драгоценности и жемчуг и они тут все которые поднимаются Олег Сват они не знают что делают не знают без ответа это не будет я теперь только молюсь Господи да не погибнут они один подошел крестьянин Серафим Масаровскому и говорит плащет и говорит лошадь одна была украли увели пахать не на чем он говорит ты плащ о нем а не о лошади а почему да он уже утонул говорит и он через реку надо было перебираться а лошадь как сбесилась сбросила и ногами затоптала в воду в грязь и прибежала мокрая лошадь ты о нем побеспокойся и что вас не трежит меня очень тревожит это он по людям идет заваливает все но это испытание людям я заранее сказал будет испытание а на вас не действует никак а искали благословение священника мы подошли но дальше ничего не было вели занятия я знал что он с уполномоченным говорит представьте это 70-е годы никакого интернета нету но я с точностью передавал слова которые он говорил с уполномоченным они буквально тряслися как он мог узнать мы только одни были одни они считали что у меня жучки в краевой администрации стоят как господь я знаю что они говорили не открывает в Кулунге храм придираются рифленая плитка на стенах керамическая надо чтобы пыль не задержалась она там выступает на полмиллиметра убрали снова переделать еще в конце концов говорят ну вы нам откроете или нет уполномоченных она говорит откроем а что для этого нужно вы лапки не отлучите о церкви а настоятель когда я ему рассказал все он не стал сопротивлять всех а что я знаю их разговор но я же не согласился я говорю я это знаю а как господь открыл вы двое беседовали я среди вас был и слышал беседовали в краевой администрации как Бог это делает и это этому нельзя не научить ничего и моего ничего нигде нет это все благодать Божия делает и он не дал согласия вот и весь сказ вот фильм один есть золотого с из Потеряевки там обо мне фильм-то и три священника выступают ни одного нету ни одного как кто по ногам провел умерли все до моего возраста ни один не дожил а вы желали им конечно нет один из них меня прищищал в тюрьме я это никогда не забуду из-за него ходатайства и прости ему Господи он пришел ко мне когда я был в великой нужде сколько поститься ну я сказал там третий день не пью он так и взахался да тут же пища-то плохая тут туберкулез и он мне запретил так поститься я тоже послушался его хуже того бывает бывает у женщины истечения бывает у мужчины женщина истечения она не может прищищаться если у мужчины это случится то был ты один или нет было к этому подвижка к вожделению нет это сатана делает чтоб ты не прищищался поэтому ему разрешается прищищаться видишь это надо знать вот недавно одна здесь я вижу она кажется сегодня пришла первый раз она крещение принимала узнала где и боялась что у ней этот кризис начнется как раз на эти дни а креститься уже никак нельзя канон канон я ей написал канон и я вдруг священник назначает раньше и у нее ничего не было она чистенькая приняла крещение уж тут благодарности я не знаю сколько кажется она сегодня пришла на занятие благословен господь господь отошел что-то 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 сделает тем более он такой тоже начитан и тоже из сектантов пришел больше меня знает послушал я у тебя учиться должен так что вот так он меня тянет на это благословение священник он мне благословит столько ты в храм ходишь ты еще ничего не организовал сколько в храме там священников их там где-то пять священников ну что пять священников они там тяжелое положение тяжелое ты все говоришь правильно и в то же время страшно что священник не благословляет а и благословлять на это не надо уведомление мы батюшка начинаем занятия мы вас приглашаем вот как надо говорить а благословения не надо бог благословляет и повелевает идите по всему миру а он Я не благословляю. Да мне не нужно твое благословение. Я приглашаю его. Только и всего. Благословение мне... Или молиться. А батюшка не благословляет, земные поклоны делать. Да мне не надо. Я должен делать земные поклоны. Вот в среду эту, вот на этой неделе, самое длинное богослужение называется Марье Настояние. Канон Андрея Критского полностью весь считается. Количество поклонов будет больше трехсот. Земных. Лоб, колени, руки коснутся. И это надо знать. И что интересно, у церкви какое? А обычное принятое интересное. То на следующий день, в четверг, среди недели, Великого Поста разрешается масло. В одной семье. Жена ходила, а муж нет. Значит, она в этот день может все на растительное масло, а ему не давать. Даже здесь и то любящая мать церковь так делает. А поэтому мы проводили занятия в лесу. Вот потеряемки там, где склады, а там были деревья только. И там мой крестник, еврей, Наум Израилевич, он там к дереву прибили дощечку, он ее свечи укрепил. Первая литургия там была. И там мы причащались. А его послал патриарх грузинский Илья Второй. Куда прилетел, кажется, трое ребятишек, сыновей привез с собою. Ну просто приятно вспоминать. У нас фотографии сохранились, как мы стоим. Было бы желание, Бог сделает так. А зачем? Купол. А где купол? Небо купол. А свечей нету. Солнце как свечи горят, звезды блещут. Что еще нужно? Как Лукиан. Лукиан, я говорил о нем, он закованный лежит. Они говорят, совершать-то литургию. А где престол? Он вот на мою грудь. Кладите дары Божьи. Он закованный лежит. Вот это да. Вот так надо отвечать. Это живая связь с Богом. Сказать можете, благословение просить. Смотрите как. А то он будет думать, что без него и не будет. Ведите занятия. Но не уклонись ни налево, ни направо от святых отцов. Я знаю, некоторые начинали говорить, а человек из сектантов пришел, он схитрил. И священника увел в Красноярскую епархию, метрополию. И притом священник и диакон ушли в эритики. То есть последнее хочу добавить. То есть оперировать Писанием надо. Не так просто благословение. Вот Бог повелевает заповедь Божья, чтобы изучали Писание, исследовали Писание, как мы сегодня читали. Вот по толкованию святых отцов. И все, да? Тогда все. Спасибо. Именно так. Игорь Михайлович, вопрос у меня такой. Вчера 17-й число было родительские дни. Я вчера ходил с печку с вами за маму. Я хочу узнать, нигде об этом не написано, нигде это имя. Я не нашел. Только чтобы ты был делать с каждой свечкой, с алтопой души. Что происходит? Ну, да. Ну, в первую очередь, свечи никакой роли на спасение не играет. Никакой. И никакой пользы от них нет. От свечей. Это Владимир Головин об этом говорит. Кроме копоти. Тем более свечи нечистые. Ну, и работа дается тем, кто будет мыть, ему деньги заплатят, иконы, катаракты на глаза. Свечи никакой роли не играет. Хорошо запомните. Но мы православные. Поэтому покупаем воск, чистые свечи льем, и батюшка ставит сколько надо. У нас не ходят по храму со свечами. К иконам не целуют. А вот на аналое лежит, перед тем, как к кресту идти, целуем Евангелие, у нас в Библии лежит, крест там что, икона по празднику, и все свечи горят все время. А тем более о упокое. Вы знали, что она верующая мать была. Один вопрос. А если не верующая, никакой пользы нету. Никакой. Но верующая была, значит, это утешило вас. А что там будет, никто не знает. Я привожу на память слова Конфуция, неправославные. Такой же вопрос задавали прихожане. Он говорит, если я скажу, что никакой пользы от этого нет, вы вообще хоронить их не будете даже. Если скажу, польза есть, вы забудете о живых, на кладбище помирать будете. Вот сам умрешь, тогда узнаешь. Когда сам пойдешь, там душа твоя. Хороший ответ. Ну так считается. Но нам эти граммы не нужны. Мы просто узнали, что у ней есть вес. Ну как Столетов, он через ставни пропускал солнечный луч, а здесь на нитечке у него висел кружок. И луч, когда попадал, кружок поворачивался. Давление света, а мы не замечаем этого. Это смешно даже. Ветра нету. Ветра никакого нету там через стекло. И он поворачивается. Ну вот так люди приходят и... Ну что, запечатали человека, умер, и сразу стрелка качнулась. Столько ли она весит, или еще что-то. Ну так вот думают. Ни на чем настаивать нельзя. Все приблизительно, неопределенно, сквозь тусклое стекло задымленно. Ну, у меня что-то показ такой. Я правильно, было написано, я что-то говорил. Ну, имея в виду зерно практичное, если бы вам сказали, говорите, измед не склонит, или перенесит до до веса, она послушалась, была, сделала так, ну, вот, все свои словами. Получается, что это возможно, если бы вы такую веру, мы можем сами перенесать. Видите как? Вот у меня, это, телефон. Вот он. У меня вера большая, она у меня не с горчичное зерно, а с огромное дерево. Как дуб, огромное-огромное. Моя вера. Но я не могу вот эти часы взвинуть даже на один сантиметр, верой моей. Я не могу их взвинуть. Так, оказывается, вот, как бы святые отцы не разъяснили, вера двух сортов. Одна вера, которая спасительна, другая чудотворна. У меня чудотворной веры нету. А для спасения у меня огромная вера. Я верю всему написанному Писанию, святыми отцами канонов. Все стоит на месте. Вера двух сортов. Вот и все. Как Роман Малыш, он до сих пор в доме... Никто не знает, никто не знает. Как передали, он должен был вчера уже выехать. Он натворил такую беду сам с собой, и подал, когда, ну, тут встали там милиции, его возили, проверяли, а что, гражданства нету, никто он, там, уже лет семь, или сколько-то он уже здесь живет, в России-то. Но это ясно не одобряет ни одного государства. Но мы-то подали, чтобы государство дало нам справку, что разрешает ему. Люди-то не понимают этого, а говорят, что судитесь перед внешними, нет ли среди вас умного, который рассудил бы, а с ним никто не судился. Нам что судиться? Он написал, ни я вам, ни вы мне ничем не должны. То есть ничем, ни рубля. Но государству он закон нарушил, он обязан его выправить, а выправить никак нельзя, почему? Мы просили, когда нас будут проверять, а мы с таким трудом получили статус, то он ни при чем будет, а мы виновны, как так знали, прикрывали человека. Поэтому властям мы сказали, дайте нам справку, нам, что ему разрешено быть без прописки, без документов, без получения гражданства, чтобы на нас вы не нападали. Больше нам ничего не надо, мы от властей ничего не требовали, не убрать. Я наоборот говорил, он хороший человек, не убирайте его, но все по-другому было. Мы обратились к полномочному представителю президента Российской Федерации по Алтайскому краю, а те сразу запросили Краевую прокуратуру. Что у вас там делается? Он всю эту власть считает от Антихриста, землю Российской Федерации занимает несправедливо, это все было написано. Он поднялся, ни батюшки, никому не подчиняется. Я понимаю, это объяснование, бурное объяснование, и он потерял все. И теперь, когда те запросили прокуратуру Краевую, прокуратура обязана теперь разобраться, и тогда уже представители президента ответят, а тот, если надо, ответит высшие органы, мы-то на месте не стояли, тоже. И вчера он на 15 число ему было назначено, когда уже ему сказали отправляться домой, он решил подать прокуратуру, чтобы разрешили остаться в суд, не прокуратуру, чтобы имущество там распродать-то. Но по всей вероятности ему не разрешили. И он должен был вчера выехать, но никто не знает, где он, никто, батюшка не знает, ни один человек. Ну, кто-то знает, может быть, там диакон молчит, мы теперь молимся, чтобы ничего не сделал, какую дурнину не выкинул дорогой-то. Скажут, у вас был человек, а теперь что? Чтобы он доехал до места. И похоже, что ему в России больше никогда не разрешат быть, поставить клеймо. Он еще не понимает, что за этим стоит. Он отворил против себя. Против нас он ничего не сделал. Ну, на меня там анафиями придает, амеретик, он где-то все собирал, всю блевотину, ел, и на меня кидал. Мне от этого, я нормально сплю, нормально питаюсь, нормально занятия идут. Он беду-то сделал себе. Только себе. Поэтому я всех призываю о нем помолиться, чтобы Бог сохранил ему жизнь, и чтобы его безумие в судный день не помянулось ему. Господь покрыл милосердием своим. Мы ни наказания, ничего не просим. Вот так. Спасибо, Господь. Слава Христу. Спасибо, Господь. Да, ле-ле. Ну, все, наверное, Сергей. Сергей Павлович, ты где у нас? Поволимся, да. Давайте, молимся. Слава Христу. 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 Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим верящим. Ради Господа нашего Иисуса Христа прими нашу молитву благодарности, что позволил нам собраться здесь. Помоги нам с радостью окончить Великий пост и предстоящее моление канона. Благослови, дай силы. И сохрани романа, где он есть. Мысль направь к горнему. Продли ему жизнь по воле Твоей, Святой, чтобы он принес искреннее раскаяние, чтобы дух лжи отошел от него. Прогони его. Тебе, Господи, слава. Хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аллилуйя. О, Валентина тут. Да. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Мне радостно, что тут с Евгением эти начали говорить, это Роман Фроликов-то, и оба хорошо отвечают, и такой у них прекрасный разговор был. Ну все, и вы всегда отвечаете. Я могу только радоваться. Богосподь мне дал великую радость. Вот видеть, когда вы там что-то, я все это события дня копирую, там, усатая Наталья, там, я все копирую и вставляю в события дня. Интересно людям посмотреть, вот на нашем периоде времени, как люди размышляли. Вот то, что вы с дочкой ходили, там вот, душа видела, как вы ходили, и она пришла в храм. Сегодня у нас пересказывали это собрание. Видите, пример идет дальше. И нам радостно. Это все от Бога. Я пришла с опозданием, потому что я была на богослужении, а сегодня мы провожали батюшку отца Артемия. Он у нас в последнее богослужение провел, уезжает назад в Украину. Так что мы пока без священника. Ну понятно. Ну все, тогда отходим. Да. Да.